Здравствуйте! Это программа «Вопросы по делу» в студии Нина Приходько. Мы ведем конструктивный диалог. У нас в гостях наш финансовый эксперт Артем Хачатрян, руководитель инвестиционной компании «Финам». Здравствуйте, Артем! Здравствуйте! Начнем с животрепещущего. Как вы и говорили, доллар начал расти. Какие причины этому поспособствовали? Мы с вами тогда говорили о том, что доллар стоил 57 рублей и высока вероятность его роста до 60 рублей. Доллар начал расти. Сейчас, на сегодняшний день, он 60 рублей. И ближайшая его цель еще плюс 2 рубля, где-то 62 рубля. Некоторые наши аналитики оценивают целевой уровень роста где-то до 67 рублей. Ну и более такие ближайшие оценки – это где-то до 70 рублей за доллар. Но я бы хотел сказать следующее. Сейчас не о целях движения доллара, а о том, какие причины сейчас приводят к росту доллара. Первое. Она самая известна, все они знают. Это снижение цен на нефть. При снижении цен на нефть мы девальвируем рубль для того, чтобы можно было покрывать определенные бюджетные расходы. Но эта информация известна всем. Есть еще одна причина, по которой на сегодняшний день доллар начал свой рост. Я не хочу сказать, что он вырос, он начал свой рост. И эта причина лежит в рынке капиталов, в рынке облигаций. Что там происходит? В связи с тем, что в Соединенных Штатах Америки, мы знаем, постоянно идут санкции относительно России. Иностранные инвесторы, которые держали облигации федерального займа, стали продавать. Стали продавать облигации, соответственно, затем выходить в доллар. Почему они это стали делать? Потому что прозвучала такая фраза, что, скорее всего, при дальнейших каких-то санкциях запретят вообще покупать и продавать российские облигации. Ну, естественно, иностранные инвесторы с какой-то степенью отношения к этой ситуации стали сокращать свои риски и стали продавать облигации. При продаже облигаций они выходят в рубль, но поскольку их национальная валюта доллар, они, соответственно, конвертируют рубль в доллар и начинают покупать доллары. Вот одна из вторых причин, которая сейчас подталкивает стоимость доллара относительно рубля вверх. И я думаю, что вот если эти две причины, цены на нефть и продажи облигаций, будут достаточно актуальными, то давление на российский рубль будет продолжаться. Вот примерно те направления, о которых нужно думать людям, которые пристально смотрят за долларом. Если, в принципе, на сегодняшний день у частных инвесторов есть какие-то цели, связанные с приобретением валюты, и они сейчас в рублях, то вот сейчас надо задуматься о том, что стоило бы на какую-то часть своих средств, рублевых средств, купить доллары. Ну, получается, что мы в преддверии, так скажем, продолжения роста доллара и падения курса рубля. Тогда скажите, каково положение для фондового рынка? Есть ли положительные моменты для него? Да, дело в том, что на финансовых рынках не бывает однозначно отрицательные явления или однозначно положительные. Там все связано друг с другом. Есть и плюсы, есть и минусы. При росте доллара и снижении рубля, то есть девальвации рубля, это со временем скажется положительно на ценах на акции. И даст возможность нашему фондовому рынку, вот то снижение, которое мы наблюдаем от начала уже января 2017 года, то есть почти индекс снизился до 20%. Многие интересные акции тоже упали. То есть это даст возможность к тому, чтобы цены на акции перспективных и прибыльных компаний начали свой рост. Поэтому вот это положительно. Что говорить об отрицательных каких-то факторах? Тут уже нужно инвесторам понимать, они проводят расчеты в долларах или они проводят расчеты в рублях. У нас есть люди, которые взяли кредиты в долларах, в рублях, и поэтому тут им нужно задуматься на эту тему. Вот это вот самый большой плюс. И мы хотим сказать, что на самом деле сейчас инвесторам наоборот нужно формировать свой портфель акций и не бояться это делать. А вот какие акции выбрать тогда, вот именно сейчас такой сложный период достаточно для инвесторов? По сравнению с американским рынком, наш рынок, он конечно не такой широкий. Но у нас есть ряд хороших акций, есть ряд хороших компаний, и эти акции необходимо покупать. Я могу часть из них перечислить и считаю, что те, кто начнут покупать эти акции, со временем получат прибыль. Первое, почему? Потому что эти компании зарабатывают деньги из года в год, их долговая нагрузка очень низкая, они занимают очень хорошее место в отрасли и являются лидерами по сути этой отрасли. И самое главное, что бренд и бизнес этих компаний всем известен. Так о чем я хочу сказать? Первое, я бы посоветовал инвесторам включать в свой портфель акции Сбербанка, это лидер отрасли и очень-очень эффективный банк. Раз. Я бы посоветовал покупать акции Московской биржи. Все сделки, которые происходят на планете Земля в рамках российских акций, фьючерсов, деривативов, облигаций, они все проходят на одной площадке, Московская биржа. Да, есть Санкт-Петербургская биржа, но мы сейчас говорим об акциях, которые можно спокойно сейчас купить. Это Московская биржа. Если вы будете покупать валюту, будете покупать доллары, рубли, евро на валютной секции, это Московская биржа. Будете покупать акции, это Московская биржа. Будете покупать облигации, Московская биржа. За каждую сделку клиенты платят процент небольшой, там очень копейки, там очень-очень мало, но платят. Поэтому Московская биржа весьма прибыльный бизнес, и инвесторам нужно купить акции этой компании. Итак, Московская биржа. Затем из медиасреды можно выделить, я бы выделил бы интернет-среды, я бы выделил Яндекс. Замечательная компания, зарабатывает прибыль. Я думаю, что исходя из того, что мы все-таки, очень многие виды бизнеса сейчас расширяются именно в интернет-пространстве, Яндекс тоже покупать. Из наших стареньких нефтяных газовых компаний, о которых мы все говорим, это Лукоил. Из электросетей я бы посоветовал все равно акции Юнипро, тоже хорошая компания. Ну вот, наверное, ряд таких акций, куда можно было бы вложиться и спокойно подождать роста, получать дивиденды и радоваться жизни. Но, тем не менее, риски есть. И как эти риски снизить инвесторам? Что вы можете посоветовать? Смотрите, когда мы говорим, мы рекомендуем купить акции. Вот такие акции, акция номер один, номер два, номер три. Это не значит, что инвестор должен взять и всю свою сумму сразу вложить в эти акции. Это неправильное понимание, потому что акция может просесть еще. А чтобы снизить риски, необходимо при покупке акций всегда из той суммы, которую инвестор хочет вложить, сначала вложить 30%, затем, если он видит, что акции поднимаются в цене и не падают, и нет обвала, еще 30%, и затем докупить еще 30%. То есть по частям. Кто-то может вложить 50%, потом еще 50%. То есть, если вы вкладываетесь в какой-то бизнес, в какое-то дело, вы сначала вкладываете определенную сумму и смотрите на отдачу. Так устроен мир фондового рынка, инвестиции в акции. Вы вложили, вы смотрите, отлично, пока на сегодняшний день акции растут, дивиденды платятся, обвала нет. Вы продолжаете вкладывать еще сумму и еще сумму. В какой-то момент, купив акции, имеете определенную среднюю цену, но вы всегда будете иметь эту среднюю цену ниже, чем рыночная цена, когда даже вы будете осуществлять последнюю покупку. Вот таким образом вы снизите риски. И в связи с этим я хотел пригласить всех желающих на наш инвестиционный семинар, бесплатный инвестиционный семинар. Он у нас состоится 29 июня в нашей компании. И всех желающих приглашаю прийти, и мы там разберем все ситуации, связанные с долларом, с акциями, куда лучше сейчас вкладывать, какие риски и как эффективнее сохранить свои сбережения. Хорошо, спасибо вам большое за приглашение. Я напоминаю, у нас в гостях был наш финансовый эксперт Артем Хачатрян, руководитель инвестиционной компании «Финам». Мы же с вами прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова